Помимо продовольственного и топливного кризиса, глобальная экономика столкнулась с кризисом в областях энергетики и производства удобрений. Согласно заявлению президента Всемирного банка Дэвида Мелпаса на семинаре в Вашингтонском институте Брукингса, Китай является крупнейшим хранилищем зерновых и продолжает увеличивать запасы. В то же время Европа запасается на зиму энергоносителями. Глава банка отметил, что на глобальном рынке удобрений нет энергоносителей, газа, необходимого для того, чтобы производить удобрения, получать урожай и создавать запасы для себя на будущий год. Глобальная ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. По его словам, многие страны вынуждены возвращаются к масштабному использованию угля, что наносит удар по намерениям перехода к чистой энергетике. А всплеск инфляции в мире грозит углублением неравенства, подчеркнул глава Всемирного банка. Глобальная экономика сталкивается с существенными рисками спада. Кроме того, как мы видели, сокращаются поставки электроэнергии, опять-таки из-за нехватки природного газа. Этот дефицит затем оставляет электросети в условиях перебоев подачи энергии, что подрывает производственные усилия в ряде стран. Так что мы являемся свидетелями кризиса, который продолжится и в 2023 году, пока мир ищет способы увеличения объемов производства энергоресурсов и удобрений, дабы обеспечить за счет этого нужды сельскохозяйственной системы. Общее положение обостряется тем, что США, Китаем и Европой не предпринимаются шаги с целью значительно нарастить производство тех запасов, нехватка которых сейчас ощущается. Субтитры создавал DimaTorzok